Нам светят перемоги огни. Под таким девизом у Рогачевским районе открылась 23-я змена Международного лагеря дружбы детей славянских народов «Украничка». Удельниками молодежной встречи стали больше за 300 юнаков и девочек из Беларуси, России и Украины. Для когостей лагерь за многие годы уже стал с усим родным. Некольки делегаций в этом году приехали сюда в першину. На открытии Международного лагеря дружбы и единства побывала наш корреспондент Вольга Славина. А пош не раз таки звонки смех рабят тут, на Утульной поляне, чуся роно год тому. И снова Рогачевская земля сустракая гостей. Смоленск, Курск, Саратов, Новозыпков, Котельники, Санкт-Петербург и Новоград-Волынске. Больше за 300 старшеклассников на беларуской земле объеднаў лагер дружбы и единства. Конечно, лагер для нас – это как визитная карточка не только нашего района, но и нашей родной Гомельской области и в целом нашей страны. И подобный лагер под открытым небом – это единственные экземпляры в нашей республике Беларусь. Уже вот в этом возрасте юном зарождается та, можно сказать, детская дипломатия, которая в дальнейшем перерастает в такую достойную, крепкую дружбу между нашими народами-побратимами. Кожный день у лагеры разбиты литерально по хвилинах – подъём, зарадка, сняданок, а далей – час для творчасти. За девять дён у лагеры ребята поудельничают в спортивных марафонах и проверят свои здольности у конкурсе театрализованных представлений «Маленькие гистории Великой Перамоги». Стануть удельниками фестивалю молодёжной творчасти «Добрый день свет» и сами провядуть интернет-акцию «Крынішка молодая». До речи, удельники лагеря «Перакананыя», побывавши тут один раз, обовязково вернешся знов. У этому выполнена и украинская делегация с Новоград-Волынского. Мы приехали с отличным настроением. Были моменты, когда я думала, что я сюда не приеду. Не понять тем, кто здесь не был. Дети – это самое дорогое, что у нас есть. Вне зависимости. Они не политики. Они вне каких-то действий. Когда мы сюда приехали, я знала, что будут встречи, но не такая. Потому что прибежали дети с Курска, с Москвы, с Котельников. Прибежали Украина – ура, вы с нами. Это вообще что надо помочь? Такого никогда не было. То есть год мы не были, ничего не изменилось. Только крепнут наши узы, дружбы. Я очень счастлива, что я здесь. У гэтым годзе вспомняется ровно 10 годов, як лагер набыл статус международный. С гэтой нагоды у дельников творчайся встреча шакая множество приемных сюрпризов. До речи, шарах з них примиркованы идея еще нескольких значных падей. В этом году этот лагерь международный посвящен двум таким датам. 70-летие победы, 71-е годовщины освобождения нашей республики. И еще мы сюда добавляем год молодежи, который появлен в нашей республике. Мы считаем, что молодежь – это своего рода послы. Потому что они увидят все это дело, пообщаются. Они же приедут потом домой, они же рассказывают своим родителям, друзьям, какая наша республика миролюбивая. Проведусь ребята у лагеря «Девять дзен». С 7 липня девчат и юнаки обменяются адресами, сфотографуются на память и отправятся додому с надеей обовязково вернуться на Рогачевскую землю в наступном годе. Вольга Славина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район.